Аллилуйя, дорогие друзья! Приветствую вас во имя Иисуса Христа! Дорогие телезрители, Тибен Балтия и Вера 24, будьте благословенны, мы благодарны Богу, что у нас есть возможность говорить к вам, служить вам, достигать Словом Божьим каждого из вас. Пусть вас Бог благословит. И прежде чем я буду проповедовать, я хочу поблагодарить всех партнеров за ваши молитвы и ваши даяния. Пусть вас Бог благословит. Поздравляю вас с Рождеством Христовым и 2018 годом новым. Желаю, чтобы в вашу жизнь пришли большие Божьи благословения и духовный прорыв. Знаете, бывает такое, что веришь в Бога, но живешь под каким-то давлением. Так вот, духовный прорыв – это когда давление снимается, это когда ты живешь в свободе, когда ты живешь в радости, когда из тебя просто сочится и изливается Божья любовь. И еще, дорогие друзья, телезрители, те, кто здесь, те, кто там, далеко, в разных странах, я хочу с вами договориться. Можно? Когда Бог будет говорить вам Слово Божие через меня, обращаться к вам, то с вашей стороны я попрошу, чтобы вы действовали там, где вы есть, на тех местах, где вы живете. И суть, вся суть заключается в том, чтобы никого не забыть, представляете, никого не пропустить, чтобы все наше и ваше окружение, оно было спасено. Это то, ради чего мы празднуем Рождество Иисуса Христа. Иисус пришел в этот мир спасти этот мир. Мы договорились, что по возможности вы не будете блокировать Духа Святого, и в момент побуждения вы обязательно будете послушны Ему. И вы будете что-то делать. Вы знаете, если нам нужен Христос, то и другим тоже. Иногда мы думаем, о, нам нужен Христос, вряд ли Ему нужен. Он такой счастливый без Христа. Так извини меня. Ты посмотри на Него, когда Он маску снимает, счастье своего. Ты увидишь, что внутри у Него пустота. Каждый человек, каждый человек внутри ходит с чем-то потерянным. Это чувство Он не может объяснить, Он не может никак это осознать, но у Него есть чувство чего-то потерянного в жизни. И это знаете что? Это общение с Богом, то, что человек имел в раю. И вот пока человек не найдет вот это общение, он не будет до конца в полном смысле счастлив. И поэтому-то многие люди пускаются в развлечения, в путешествия, в деньги, в грех, в разные мистические вещи, для того, чтобы восполнить эту духовную нужду. А она заключается в Иисусе Христе. Все просто. Принять Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Я верю, что вы послушные дети Божьи. И если Бог через меня хочет вам что-то сказать, и вы почувствовали, вот коснулось что-то, вот действительно так нужно делать в жизни, тогда делайте там, на местах, в ваших странах, где вы живете, далеко. Я верю, что Слово Божие уходит туда, и оно касается вас. Пусть вас Бог благословит. И знаете, когда мы все придем на небо, а мы точно придем, ну мы же не придем в ад, дорогие верующие, братья и сестры, да? Это ад же не для нас, для дьявола и для падших ангелов. Вот. Для нас Иисус. Мы с Ним, Он с нами. И знаете, когда мы придем на небо, мы все увидим, что мы были в единстве, мы все работали на одно. Знаете, есть люди, которые работают на разрушение, они в жизни, вот через них идет конфликт, разрушение, знаете, какое-то разъединение. А есть люди даже в церквях, они работают на единство церкви. Вы знаете, вот есть люди, которые свое ищут, а есть люди, которые ищут единство в церкви. Они работают на созидание, чтобы был мир, чтобы все были счастливы, чтобы передать другим. И вы знаете, пусть вы будете такими, вот этой второй категорией, людьми, работающими на созидание церкви, людьми, работающими на созидание мечты Иисуса Христа. У Иисуса есть мечта. Это каждый человек. Это каждый человек. Аллилуйя. Тема проповеды будет называться «Спасение – дар для каждого». А знаете, как раньше звучало? Спасение – дар для Израиля. И мы такие, а я? Ты пес? Что ты? И ты такой, крошечку дайте мне. И я вот, знаете, со столов Господ. Мы благословляем израильский народ. Мы благословляем также духовный Израиль. И мы благословляем имя Бога, который возлюбил весь мир. Аллилуйя. Давайте откроем этот золотой стих. Он просто, знаете, вот даже если бы Библия состояла вот из этого стиха, это уже было бы и то настоящая Библия. А в ней говорится абсолютно все о нас и о Боге. Иоанна 3,16. Кто-то такой говорит. Да я знаю этот стих. Ну так открывай внутри себя, в разуме своем. Читаем. Читаем. Читаем так, как будто мы первый раз его слышим, читаем, да? Потому что в тот момент, когда мы говорим, да я это знаю, этот детский сад. Все, ты уже устарел. Нет, нам нужно обновление. Нам нужно услышать нечто большее, нечто лучшее, нечто глубже. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Читаем дальше. Дальше интересно тоже. Ибо не послал Бог, 17 стих, Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. 18-й. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Посмотрите, как здесь все четко сказано. Знаете, я так счастлив. Лично. Я верю, что вы тоже. Что Бог возлюбил весь мир. Что Он не возлюбил один единственный народ. Что Он не возлюбил, знаете, и не сделал просто эксклюзив какой-то, а всех остальных забыл. Знаете, вот я в своей жизни, когда я осознаю, что могло со мной произойти, я так счастлив. У меня ни одной проблемы в этот момент нет. Я настолько счастлив, я настолько осознаю, что Бог спас меня, и что могло бы со мной произойти, если бы этого не произошло. То, знаете, у меня трепет наступает. Вот просто представьте, если бы Бог не возлюбил весь этот мир. Ну, за что Его любить, если люди развратились, грешат? За что их любить, если они предательские, послушайте, предательские, на глазах у Бога, переходят под власть и господство сатаны, и Он является их отцом. Он говорит им, что делать, и они это послушно делают под страхом смерти. Представьте, Бог это все наблюдает. Каково Богу после этого любить людей, если перед тобой прямо измена? Каково? Но, слава Богу за Его природу, что Он не смотрит и не отталкивается от наших грехов, от наших дел, от нашего неправильного мышления. Он нас любит, потому что в нас есть Он, частица, потому что Он нас создал. Он нас поэтому-то и любит, потому что мы созданы по Его образу и подобию. Ангелы не созданы по Его образу и подобию. Животные не созданы по Его образу и подобию. Ничто не создано по Его образу и подобию. Ни космос, ничто, ничто, ничто. А мы созданы, и Он поэтому любит нас. Знаете, что если Он коснется нас, то мы пойдем и вернемся к Нему. Смотрите, что здесь сказано. Бог возлюбил весь мир и отдал Своего Сына Единородного. И мы вот так вот, знаете, Господь как-то мне открыл немножко с другой стороны. Вот мы думаем, что Бог отдал. Знаете, Он держал, держал, вдруг отдал. И говорит, нате, вот, издевайтесь над Ним, на кресте пусть висит. Знаете, я скажу, что мне Господь открыл Дух Святой. Когда мы читаем слово, что отдал Сына Своего Единородного, то я скажу вам так, что мне Господь сказал, что Он открыл Своего Сына Единородного. Потому что Он был спрятан. В Библии, когда мы читаем в Старом Завете, мы ничего не знаем об Иисусе Христе. Мы не знаем. И мы видим строгость Божью. Мы видим закон. Мы видим, что все равно Бог любит человека. Но мы видим другую сторону Бога. Мы видим, что возмездие за грех смерти, если согрешил, побить камнями, тюрьм не было. Был камень в лоб и все. Хочешь грешить, получай камень в лоб. И посмотрите, Бог открывает Своего Сына. Его Сын является Спасителем. Имя Иисуса Христа, Ишуа, переводится Спаситель. И Он открывает Своего Сына и отдает нам Его. И Он говорит, примите, поверьте, будьте с Ним. Откройте свое сердце. Помните, когда Мария, мать Иисуса, была беременна. Они искали место, где бы родить. Знаете, это серьезное действие. Родить, родить ребенка. И знаете, никто не пускал его. Этот мир настолько жесток. Как Анатолий сказал, он живет под асфальтом. Они все живут под асфальтом. Там правят только деньги. Если бы Иосиф достал бы деньги и проплатил бы там, конечно, все бы там приняли. Но их жестоко, знаете, видя беременную, знаете, женщину, ее, знаете, отправили. Нету места, нету места, нету места. И какая-то пещера говорит, у меня есть место. И знаешь, сегодня этой пещерой может быть твое сердце. Может быть, ты празднуешь Рождество Иисуса Христа без Иисуса Христа, без участия. А вопрос такой, а вообще это возможно? Да так весь мир сегодня празднует, друзья. У них вообще нету сознания, что это день рождения Иисуса Христа. Дарят друг другу подарки. А Иисусу, я не понял. Кто Иисусу дарит подарки? Знаете, мне нравится, что... С одной стороны, мы все понимаем, что Рождество Иисуса Христа вовсе не сегодня, не 24 декабря, а абсолютно. Это день рождения Бога Ра, Бога Солнца. Когда вы говорите «Ура!», вы поклоняетесь идолу, демону Ра, Бог Солнца. И знаете, вот все-таки все равно радостно, что мы 24-го, что Ра подвинули. И все-таки Иисуса празднуют, знаете. Вот раньше праздновали Ра, а теперь Ра, до свидос, все. До свидания. Не до свидания, а прощай. И знаете, вот день рождения Иисуса Христа. И знаете, что... Мы не прискребаемся особо к датам, но мы так рады, что Ра подвинули. Нету места дьяволу. Иисус Господь, аллилуйя, приблизительные данные, что Иисус родился осенью, в октябре. Это если так, вот к знанию. Но, опять же, Библия этого не говорит, поэтому мы и не делаем. Но мы осознаем тот факт, что Иисус родился. Это факт, записанный в Библии. И знаете, что однажды произошедший факт в истории человечества, он повторяется в жизни каждого верующего человека. В жизни неверующего человека. В моем сердце, знаете, не на 24 декабря родился Иисус, а летом, в июле. К сожалению, я не помню точной даты. Мне было 17 лет. Это было полное перерождение. Это было рождение свыше и наполнение Святым Духом. Это был счастливейший день в моей жизни. И вот Рождество было летом, в июле. Аллилуйя. Когда у вас было? Аллилуйя. Слава Иисусу. И смотрите, читаем дальше. Что Бог открыл своего Сына Единородного. Открыл, потому что через Него спасение. Бог справедливый. И Отец, Бог Отец, Он показывал миру, что Он мириться с грехом не будет. Что Он Адама высылает из рая, потому что Он грешником стал. Но у Него есть Сын. И через Сына Он спасает весь мир. Спасает весь мир. И приводит к Себе. Потому что Бог не может, знаете, менять свою природу. Бог есть Судья. Бог святой. Если у тебя есть грех, ты не можешь быть с Ним. И тогда Бог делает план. Через Иисуса. Через Своего Сына. Он также являет любовь. Наказывает Его. Отдает в этот мир. Иисус растет. Открывает Отца. Открывает любовь к Божью. Говорит о пути спасения. Говорит о рождении свыше. Умирает за наши грехи. Воскресает на третий день для нашего оправдания, чтобы оправдать нас. Потому что если бы Иисус не воскрес, то то, что Он умирал, это было бы напрасно. Ну что, что умер. А Его нету больше. А так Он есть. Воскрес из мертвых. И нас оправдывает. Теперь, аллилуйя, теперь смотрите, для чего Бог открыл Своего единственного Сына и отдал нам. Дабы всякий верующий в Него не погиб. Всякий верующий. Друзья, если вы еще не рождены свыше, вам нужно это поспешить сделать. И вы знаете, когда Иисус родился на этой земле, что делали пастухи, что делал царь, что делали все люди, которые узнали? Нет, когда они услышали. Что, поспешили куда? Искать Его, да? Им было сказано, идите и найдете. Вы знаете, что иногда мы думаем, что Бог ворвется в нашу жизнь, откроет дверь и скажет, я, верь в Меня. Нет. Нам надо искать. У нас должен быть интерес. Мы должны искать царя. Потому что Иисус родился для того, чтобы царствовать в нашей жизни. Ангел принес точное пророчество об Иисусе Христе. Он пришел к Марии и сказал, ты родишь сына, назовешь имя Иисус. Он будет царствовать. И царствования будет конца. И Он должен царствовать в нашей жизни. Мир не дает Ему царствовать. Политика, культу, искусство, музыка, эстрада. Ничего не дает Ему царствовать. Там Его нету. Там Он не нужен. Но где-то Он нужен. И Он туда идет. Иисус приходит туда, где Его ждут. И смотрите заключение. Чтобы всякий верующий в Него не погиб. Не погиб. Но имел жизнь вечную. Друзья, вот цель нашей жизни. Вот она цель нашей жизни. Чтобы имел жизнь вечную. Библия говорит, какой смысл человеку прожить на этой земле и приобрести весь мир, а душе своей просто навредить. Но здесь написано, чтобы имел жизнь вечную. Дорогой друг, тебе нужна жизнь вечная. Тебе нужна жизнь вечная. Дальше мы читаем, что Бог не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Абсолютно каждый человек должен быть спасен через Него. Может быть спасен через Него. И если ты сегодня слышишь эту проповедь. И большинство людей, которые слышат по телевидению проповедь, это верующие люди. Но мы же с вами договорились, что вы пойдете к неверующим и расскажете им о любви Иисуса. И не надо думать, примут, не примут. А представьте, если бы тот свидетель Иисуса Христа, который пришел в вашу жизнь, так же думал бы. О, примет этот или не примет? Ты же принял. Многие еще примут Иисуса Христа. Потому что мы не просто идем от себя, мы идем от Него. И мы идем в Его помазание, в Его силе. И когда мы будем говорить, Слово Божие будет проникать внутрь каждого. Верующий в Него не судится. Представляете, какая привилегия. Верующий может грешить. А Библия говорит, что все возможно верующему. Понимаете, даже это. И даже не просто грешочки, а грехи могут быть. Но спасает верующего что? Корень верующего. Вера. Вера. Спасает его. И он не судится. Иисус все покрывает. Он наш адвокат. Аллилуйя. А неверующий уже осужден. Ты уже осужден, дорогой друг. Ты думаешь, у тебя все классно. А у тебя все плохо. У тебя очень плохие дела, ты осужден. В твоем досье написано, ты осужден. Что это значит? Это значит, когда придет тот последний день, ты пойдешь сразу в ад. Без всяких разговоров. За тобой придут демоны и отведут тебя вместо твоего мучения. Я скажу, ад, это еще не конец. Есть хуже. Есть озеро огня. Куда будет брошен ад. И я задаю вопрос. Зачем туда попадать? Если Иисус пришел и родился на земле, и теперь доступна для нас эта информация, нам нужно принять, поверить и пойти на небеса, то зачем мне проводить вечность в озере огня? Зачем мне плавать вместе с Люцифером, с бесами, с демонами, со всеми грешниками? Плавать в одном и том же озере огня? Представьте, озеро огня. Зачем мне быть там? Зачем? А зачем тебе там быть? Тебе нужно на небе быть, а Бог живет на небе, а ты вообще все пропускаешь. Я знаю, послушайте, есть люди, которые говорят, не, не, все, что ты говоришь, это правда. Но послушай, я молодой. И я понимаю так, что мне теперь нельзя будет там не грешить, там ни то, ни сего, а я же молодой. Слушай, неужели тебе молодость дана для того, чтобы грешить? Бог возлюбил мир, то есть всех людей, ни один народ, ни одну нацию, абсолютно каждого человека. У Бога большое сердце. У Бога сердце больше, чем наш разум, наш ограниченный разум. У Бога большое сердце. Он открывает и говорит, грешники, как я вас люблю. Он не говорит, грешники, я вас ненавижу. Я сейчас огонь с неба спущу. Нет, Он так не говорит. Он говорит, я Иисуса отдаю вам. И Он отмоет вас от греха, и постепенно вы перестанете грешить. И вам будет противно грешить. И даже если вы будете грешить, каждый раз вам будет противно, и противно вы будете от этого убегать. А знаешь, чем отличается? Неверующий согрешил вообще ноль. У него ноль и вообще как бы совесть не взыграла. А верующий, если грешит, он мучается. Вот такая разница. Верую человек может принять свое спасение. Верою, не делами. И мы сейчас будем читать. Это необходимо сделать при жизни в теле. Как многие люди, знаете, есть набожные религиозные люди, когда у них спрашивают, ты спасен или нет, то они говорят, знаешь, там посмотрят. Там, там, там все будет решено. Нет, не там, а здесь. Не надо обманываться, потому что Библия конкретно говорит. Страшно представить, если бы Бог не полюбил нас, то и не было бы никакого Рождества. А значит, мы отвечали бы за свои грехи и преступления сами. Озеро огня было бы неизбежно. А мне страшно, я туда не хочу. Просто представь себе, насколько ты счастлив. Какое счастье, что Иисус родился в твоем сердце, в твоей жизни. Просто представь. Ты думаешь, что вот Иисус родился в твоем сердце, ты родился свыше, ты Божий ребенок, но тебе еще чего-то не хватает в жизни. И ты такой ходишь несчастный, такой несчастный. Тебе нужно просто сделать рестарт. И просто тебе сказать, слушай, да ты счастливейший человек. У тебя есть спасение. Это главная миссия вообще, для чего мы пришли на землю, для чего мы родились. Многие люди не знают, когда у них спрашиваешь, для чего вы живете на земле, они не знают. Я даже у очень умных людей спрашивал. Они не знают. Мы рождены на земле, чтобы встретиться с Иисусом. Это главная наша миссия. Не какие-то достижения. Это все на второстепенных местах. Первое, это встретиться с Иисусом. Поверить в Него. Отдать Ему грехи и принять Его прощение. Родиться свыше. И пойти на небеса. Быть с Ним, проводить всю вечность. Земля – это транзит. Земля – это не наша жизнь, где мы проживаем. Земля мы проживаем, но мы проживаем так, что мы готовимся к вечности. Мы готовимся, как плод, который находится внутри матери. Он развивается для определенной цели. Он готовится выйти в этот мир физический. И у Него есть только 9 месяцев. И Он выходит в этот мир. Так же и мы. У нас есть 70-80 лет. Библия вообще-то говорит 120 лет. Бог жизнь человеку дал. 120 лет. И все. И потом ты должен, ты готов, ты не готов, ты выходишь. Ты должен выйти из этого земного шара. Ты должен покинуть его. Потому что Бог уже ждет, не дождется тебя там на небесах. Мы думаем, что-то Стефан так быстро умер. А Бог просто скучал по нему. Мы думаем иногда, почему добрые люди так коротко живут, а злые так долго живут. А потому что по хорошим людям Бог скучает. Уже хочет, знаете, без всяких препятствий общаться, любить его, знаешь, приготовил ему столько подарков на небесах. А неверующий, ну как Бог ему не даст шанс? Ну как? Если ему не дать шанс, ему не дать 80-90 лет этому убийце или этому, знаешь, банкиру, миллионеру, он же не покается. Может, он только в старости задумается, когда болезни начнут у него. И, дорогие друзья, я хочу вас сейчас поздравить с песней, которую Господь мне дал, авторской песней, о Рождестве Иисуса Христа. И вы можете также встать, и вы можете прославлять и, знаете, наслаждаться любовью Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Богу! Попробуйте! Любовь Божия излилась на нашей земле, Любовь Божия воплотилась в Иисусе Христе. Мы те, для кого пришел Он, Мы те, для кого Он рожден, Поверь в Иисуса, Ты будешь спасен. Родился Царь, Родился Царь, Родился Царь, И ты в Него поверь. Родился Царь, Родился Царь, Родился Он для нас с тобой, Чтоб путь открыть домой. Иисус сегодня спасает тебя от грехов, Болезни Он исцеляет, Чтоб ты был здоров. Прими Иисуса, Прими вечную жизнь, Единственный путь на небо, Это Божий Сын. Родился Царь, Родился Царь, Родился Царь, И ты в Него поверь. Родился Царь, Родился Царь, Родился Он для нас с тобой, Чтоб путь открыть домой. О, Господь благодарит тебя за то, Что ты пришел на нашу землю, И ты нашел нас, И принял нас. Спасибо тебе за то, Что услышали Евангелие, Евангелие, Иисусе Христе, Поверили в Него и спаслись. О, детки, детки, Спасибо тебе за дар спасения, Спасибо тебе за вечную жизнь. Родился Царь, Родился Царь, Родился Царь, Царей, И ты в Него поверь. Родился Царь, Родился Царь, Родился Он для нас с тобой, Чтоб путь открыть домой. Аллилуйя! Поздравляю! Дорогие друзья, Действительно, Родился Царь, Родился не просто человек, Не просто хороший пророк, Родился Бог во плоти. И нам нужно искать Его, Нам нужно обращаться к Нему. И Библия говорит, Что Он недалеко от каждого из нас. Он хочет, чтобы мы Его искали, Он недалеко от каждого из нас. Он находится от нас на расстоянии молитвы. Не на расстоянии миллиарда световых лет. На расстоянии молитвы. И когда мы начинаем молиться, Мы начинаем просить, Боже, приди в мою жизнь. Иисус, я принимаю Тебя, Как своего личного Господа и Спасителя. Прости меня за все мои грехи. Войди в мое сердце, Ты получаешь рождение свыше. И последнее, дорогие друзья. Я столько лет уже проповедую, И вы слушаете. Я, знаете, хочу вас увидеть среди нас. Приходите на наше собрание. Вы услышите живое здесь Слово Божие. У вас будет возможность пообщаться с нами. После собрания мы пьем чай, Общаемся, делимся. Знаете, верующий, Настоящий верующий, Это тот, у которого есть братья и сестры. Не только Бог, Но и братья и сестры. Аминь. Поэтому приходите, Имейте живое общение, Где вы находитесь, Может, в Финляндии, Может, в другом городе. Приезжайте, мы будем рады вас, Хорошо встретим вас. Пусть вас Бог благословит. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова